Спасибо большое, Игорь, спасибо Аврору и всем организаторам, кто успел бы выступить перед вами, дорогие друзья. Для меня всегда это честь, для меня это праздник, для меня это возможность официально в огромной компании рестораторов вечером после окончания, в течение всего этого мероприятия закрепить полученные знания от гуру ресторанного бизнеса, от всех спикеров, которых Игорь Завровин приглашает. Я немножко перепил кофе, реально я чувствую, что я потрясаю, у меня не было такого уже с 2008 года, когда я впервые устроившись на работу барменом, жабом сразу три раза двойных эспрессо, я помню, что я перемыл весь бар, раз в два, наверное, я не мог остановиться, и пока старший бармен не напоил меня чаем с ромом, да, это было мое первое употребление алкоголя на рабочей листе, я, собственно, работал как энергетик. Друзья, собственно, с тема моего сегодняшнего выступления, Игорь, единственное, что я без часов, или меня, как-то вы, так, часик через полтора тормознили, хорошо? Да, спасибо, спасибо, спасибо. Итак, друзья, двух словах буквально о себе, представляю тренинговый консультикную компанию Ростим, в ресторанном бизнесе с 1998 года, может быть, как некоторые из вас, совершенно случайно, срули, по объявлениям попал, соответственно, в ресторанный бизнес, изначально попал в сеть американских ресторанов DJI Fridays, в то время, когда они еще были хороши, сейчас во Фрайдис я не хожу принципиально, для меня это боль, но, тем не менее, я потихонечку двигаюсь по служебной и карьерной рейтинге, дорогу до менеджера, потом до директора, работал в учебном центре в компании, соответственно, Ростинтер, с нуля со своими коллегами в учебный центр поставили, и с 2005, наверное, получается, года я попал уже в ресторанный, непосредственно, консалтинг. Чем мы занимаемся? Обучением, консультированием, у нас есть учебные программы в виде семинаров для управленцев, есть тренинги для рядовых сотрудников, и есть консалтинговые проекты, и буквально, я не знаю, в этом зале сидит несколько человек, представители компании, с которыми мне, собственно, судьба позволила работать, я вспоминаю, с теплотой, собственно, все эти дни, которые мы проработали вместе. Оказываем аудит, оказываем помощь и к стандартизации работы ресторанов, и оказываем помощь в открытии. Но в последнее время в связи с открытием турбургер-бара в Киеве, на Баканах-Милиску, в 42-м, со своими партнерами, Сергеем Владимировым и Котковым, помощь в открытии осуществляем очень аккуратно. Запросов очень много, времени вообще категорически не хватает. Что хочу рассказать, о чем хочу повести речь. Были выступления по нематериальной мотивации сотрудников, как сделать так, чтобы наш персонал был счастливым, было выступление по стандартизации, как поставить на рельсы управление свое заведение. Были еще какие-то, я уже не помню, какие были выступления. Сегодня расскажу о том, фактически поделюсь опытом, поскольку рельсопрактики подразумевают деление опыта спикеров. Расскажу о том, каким образом мы проводим аудит, как консалтинговую услугу, которую мы оказываем рестораторам, с какой целью, чтобы вы самостоятельно смогли бы провести подобного рода аудит у себя в ресторанах, у себя в заведениях. Те, кто давно уже работает в бизнесе, или владельцами, или управляющие, шеф-мара, администраторы, менеджеры, и согласитесь со мной, что с течением времени глаз все равно замыливается. Мне кажется, что вроде, ну, все нормально, ну, замечательно, ресторан работает, гости приходят. Иногда требуется вот этот некий внешний взгляд, соответственно, взгляд со стороны. Вот постараюсь рассказать вам об основных идеях, соответственно, вот этого аудита, на что смотреть, что вскрывать, какие болячки, какие нанеки, и самое главное, что со всем этим делать. Итак, у вас есть ресторан, или же, собственно, он будет в ближайшее время. Все работает. Вы всем довольны. Саша вот буквально, да, так где-то мной рассказал, показать прибыльности вашего заведения, о выручках, о текучести кадров. У вас много гостей, прибывают новые, о вас, соответственно, узнают все больше и больше. Текучести практически нет, потому что вы создали, вам удалось создать эту самую атмосферу, у которого ребята работают в кайф, они получают от этого удовольствие, вы получаете прибыль, ну и хочется, конечно, представить вот эту вот картинку из серии «Ну давай, ну, удиви меня, что у тебя действительно все хорошо, и все у тебя замечательно». Итак, запрос от рестораторов к нам выглядит следующим образом. Саша, что-то мне мешает быть более успешным. Я понимаю, что где-то я делаю что-то не так. Вроде все хорошо, вроде все правильно, но я понимаю, что результаты могут быть лучше. Придется мне тратить деньги в собственный консалтинг, для того, чтобы разобраться, или, может быть, за счет моего выступления вам не придется эти самые деньги тратить, и вы можете часть задач реализовать самостоятельно. Может быть, попробуем самостоятельно этот самый порядок навести и попытаться сделать наш ресторан более успешным. Тут следует сказать, что прежде чем что-то аутировать и прежде чем что-то проверять. Очевидно, мы с вами должны осознать, что у нас есть, что проверять. И я не имею в виду только наличие кухни, оборудования или сотрудников, которые нас, конечно, радуют тем, что приходят каждый день вовремя, не бухают накануне своей рабочей смены, соблюдая стандарты униформы, стандарты сервиса и так далее. Для тех ресторанов, у которых всего этого нету, вот этот внутренний первоначальный аудит будет хорошей отправной точкой, чтобы все эти вещи у себя создать. Для тех компаний, которые уже определенную работу провели по стандартизации, по формализации, это хорошая возможность остановиться, выдохнуть, посмотреть на все то, что вы сделали, и, соответственно, и, возможно, каким образом оптимизировать и сделать себя еще более успешным, как и у вас. Итак, что аудировать? Естественно, наши любимые департаменты – это кухни-бар, это зал и некая сервисная составляющая, это HR-политики во всех их мегабратьях, это операционная и некая управленческая деятельность наших менеджеров или того управляющих, маркетинг и финансы. О чем хочу вас сказать я. Обо всем вышеперечисленном, кроме маркетинга, потому что никто понятия не имеет, что это такое, что это делать, тем более проводить какой-то маркетинговый аудит, а уж тем более на сегодняшний день, когда какие-то новые маркетинговые инструменты сегодня актуальными, на следующий день уже перестают быть вообще актуальными и эффективными. Ну, а финансы, собственно, Саша замечательно совершенно рассказал простыми словами, какие же вот эти GPR и ключевые показатели в ваших ресторанах должны быть, внедрив все это, фактически, да, потом вы уже самостоятельно сможете отслеживать, насколько вы эффективно работаете. А вот со всем остальным давайте попробуем разобраться. Итак, что первое приходит на ум, когда мы говорим о том, что я полезу на кухню, и я буду смотреть, что-то у себя в баре. Конечно, это чистота. Поскольку кухня-бар является затратными департаментами, конечно, меня будет интересовать товарооборот, насколько я успешно и эффективно, собственно, его веду. Далее, это соблюдение качества всех стандартов, качества блюда-напитков, за счет чего мы в основном зарабатываем деньги. Меня будет интересовать скорость работы и насколько я грамотно или правильно, вот я, подразумеваю, всю команду, эксплуатирую то оборудование, за которое мы уже отворили достаточно большое количество денег, или на этапе открытия, или постоянно докупаем, потому что мы его ломаем. И с одной стороны, чистота представляется нам самым простым, что можно только у себя организовать. И до сих пор еще существуют подходы в виде генеральных уборок, когда мы раз в месяц, раз в две недели. Некоторые, правда, гордятся тем, что они генералки проводят раз в неделю, отмываем наш ресторан, но буквально на второй-третий день мы все равно, собственно, возвращаемся к тому состоянию ресторана, который был до генералки. Внедрение инструментов и подходов на ведение чистоты оказывается одним из самых сложных, наверное, в противодисциплинарной политике. Ну и надо осознать, что генеральные уборки, конечно, не дают желаемого и постоянного результата. С точки зрения товарооборота, что меня будет интересовать? Естественно, исполнение и соблюдение пяти правил работы кухни. Как мы заказываем товар? Как мы принимаем этот товар? Кто участвует в этих процессах? Какие ошибки совершаются на этом этапе? Правильное хранение товара, правильное приготовление и, собственно, та самая скорость выдачи нашей продукции в зал для наших гостей, то есть исполнение и соблюдение скорости правил не даем рейт на раздачу. Что здесь нас будет интересовать? Существуют ли рассчитанные нормы закупки и соблюдаются ли они? Сколько товара мне необходимо заказать у поставщика? На какой период времени хватит этого товара, чтобы не встать на стоп-лист и не произвести перезатарку, потому что в этом случае у меня будет повышенное списание? О нормах закупки говорят единицы из шеф-поваров. Чаще всего, когда ты принимаешь решение, сколько тебе нужно товара, мне говорят, ну, я же здесь не первый день работаю, я же, собственно, знаю, сколько у меня там придет людей, сколько мне нужно будет того или иного, не знаю, там, колбасы, апельсинов или мяса закупить. В общем, заказ производится на классе. В большинстве случаев. Внедрение листов в заготовки. Из того товара, который мы купили, нужно приготовить какое-то количество заготовки. Здесь та же самая история, только мы еще и отдаем все это дело на лодку приданным сотрудникам. Повар, приходя на работу, принимает решение о том, сколько соуса ему надо сварить или с дуба, или, я не знаю, там, отбить какого-либо филе. Это категорически, конечно, неправильно. Лайбирование рабочих мест, использование питачи, в том числе, когда все подписано, все стоит на своих местах. Это мелочь, но она способствует правильной организации рабочего пространства и увеличение скорости работы. Баркировка продукции. До сих пор используются пистолеты, ценники, соответственно, которые используются в магазинах. Мы говорим о внедрении полноценных лейблов. Соблюдение правил ФИФО. Многие повара знают, что это такое, но, к сожалению, немногие шеф-повара контролируют исполнение этого правила. Использование рецептурных нитр, не технологические карты, которые мы распечатываем и вешаем, собственно, под файлики на рабочих листах, а полноценные рецептурные книги с фотостандартным, как они должны выглядеть, и аттестация поваров и барменов с использованием так называемых «искорда карт». То есть карточек не знаний, когда он может вам наизусть перечислить всю рецептуру и технологию, а именно некие зачетные карты, когда мы воочию наблюдаем, что, да, вся технология приготовления трудовинопитка исполняется. Для тех, кто побывали на моих предыдущих семинарах, собственно, повторение мать учений, для всех остальных, особенно для новичков, следующие несколько слайдов с точки зрения предостеречь вас от того безобразия, которое, к сожалению, почему-то, рано или поздно наступает практически в любом ресторане. Ваши светлые идеи по поводу создания лучшего легендарного ресторана с правильным неймином, с правильным местоположением, я сейчас нисколько не кривлю душой, это действительно важно, рано или поздно приводит к появлению трэша на наших рабочих местах, в кухнях и в парах, каким бы замечательным владельцем или управляющим мы не были. Из-за чего это происходит? Вопрос риторический. Давайте мы оставим ответы на этот вопрос на кофе-брейк или еще какие-то неформальные общения. Сейчас давайте посмотрим, что происходит на кухнях, вообще в ресторанах, в которых мне довелось побывать. Ольга с утра принесла свои извинения, Сири, простите, если вдруг я буду показывать фотографии здесь присутствующих, но мне, наверное, придется троекратные извинения принести, если вдруг на этих фотографиях вы обнаружите кухни свои. Естественно, я не буду называть название этих заведений и ресторанов, в этом нет необходимости, а больше хочу сориентировать вас, когда вы пойдете на кухню, когда вы пойдете на ваши беки, что же искать, на что обращать внимание. Итак, первое. Ищите балконы советские. Я имею в виду пустые ниши, которые свято место, пусто не бывает. Если есть какая-то дырка, если есть какая-то щелочка, есть какое-то пространство, которое ничем не занимается, эта ситуация ненадолго. Она обязательно будет забиваться каким-то барахлом, расходными материалами, за которые, кстати, вы пласть деньги. Ищите вещи, собственно, которые вы однозначно найдете на кухне. Скорее всего, есть у меня подозрение. Ложки, оставленные в соусе, в супах, в заготовках. Ищ практически каждой кухни. Это использование упаковки, фактически с рынка, это не перекладывание во внутрисыховую тару помощного товара. Ищите фабрики по приготовлению оружия массового поражения, химических, всяких интоксикационных средств. Мойка холодного цеха, не зная, что в ней мылось, собственно, и что там выращивается. Здесь, наверное, в том числе, следует говорить о техническом состоянии этой самой мольки. Ряд ли ее заткнули специально, чтобы она не производилась лить. Обращайте внимание на зону приема товара. Как я говорю, конечно, этим яблоком будет только лучше от того, что на них стоит и на три ящика смерта. Слава Богу, что не на виноград это все положили. Отсутствие подтонов все это лежит на полу. Здесь небольшое отличение, конечно, мы не имеем права не обращать на внимание на тапочки убийцы. Это стандартная униформа нашего полара. Это униформа маршрутчика такси, соответственно, шлет нога. это небезопасно в том числе. Наверное, в этих ресторанах отсутствие стандарта внешнего убеда. Это тоже нужно себе будет пометить. Еще одна зона приема товара. Следите за тем, чтобы во время вот этого временного хранения товара никаких не должно быть соприкосновений с химическими средствами. Они должны быть разделены. Ну, здесь, это шачок нормальный, потому что, в принципе, зелень вообще просто на полу лежит. Здесь у нас весы, они, правда, перевернуты верх ногами, потому что они не работают. Обращайте внимание на безопасность работы ваших поворот с точки зрения обеспечения их резиновыми ковриками. Опять же, шлепанцы. Зато много коробок, но мы не будем покупать резиновые коробки, это стоит денег. Коробок у нас много, давайте сделаем из этого рассадник инфекции. Эта фотография мне дорога, как память, потому что походу этого ковра я запомню на всю жизнь. Из шести вот этих мест крепления, лямочек этого ботинка, назовем его так, осталось вшиврить только три, поэтому вот реально пальчиками заткнулись на подошву и пошли вперед, но зато уже ковриками появились. Как я говорю, в любом ресторане есть та самая потайная волшебная дверца, красивый интерьер, красивое убранство от именитых дизайнеров, в том числе, заведение построили, но это дверь, которая открывает нам, как гостям, взгляд на кухню и снова наши любимые шлепанцы, наши любимые тапочки. Конечно, мясо должно вызреть, оно должно полежать, но, естественно, будет лежать в пакетах прямо с рынка, который вам привез, соответственно, ваш закупчик. Конечно, рыба распластикованная должна лежать фактически на фону во время открытия ресторана, когда здесь наскаливаются грязные ковры, а это ресторан японской кухни. Вообще, да, не надо ходить в японские рестораны. Это фотография из серии «Ух ты!» Почему? Потому что вот эту рыбу, соответственно, ее давно уже списали, про нее забыли, вместе с управляемым и еще открываем холодильник, а там «Ух ты!» Камбла, которая лежит вместе с коробкой и с какого-то склада, который наверняка обрабатывался крысиным ядом, собственно, для того, чтобы на этом складе крыси не бедные. У нас же Камбла лежит вместе с этой коробочкой. Даже если мы что-то делали, какие-то стандарты внедряли и сели, подписывали места хранения, конечно, огурцы относятся к группе молочных продуктов, начинание было хорошее, но, соответственно, исполняются ли те стандарты, которые вы приняли, за этим тоже мы смотрим. Процессы, непосредственно происходящие на кухне, отсутствие перчаток, отсутствие головных уборов, использование непрофессиональных малоценного оборудования, я имею в виду доски деревянные, которые не допустимы, конечно, не хватает денег, чтобы купить магнитные держатели, поэтому нажимы будем затыкать непосредственно к стиле между столами, у нас будут происходить процессы приготовления и нарезки мяса вместе с нарезкой овощей, здесь мы будем готовить селедку под шубой, рядышком у нас будет лежать курица, на руках у нас будет надета напачники, которые потом оказываются в фаршированной луке внутри, потом после этого без, в принципе, доски мы будем оттирать сыр на терке, у которой сломалась ручка, потому что так удобнее, новую терку мы купить не можем, в ресторане где говорят о том, что генеральные уборки проводятся раз в неделю, я обнаруживаю такие вещи, которые даже ножом нельзя скрести из моего вопроса, а это что использование непрофессиональных контейнеров для хранения продукции, потому что при обработке горячей водой элементарно они начинают скукоживаться, а морозилка не трескуется, использование фольги для закрывания контейнеров недопустимо, потому что потом кто-то должен пойти к гостю и рассказывать о том, что дополнительная порция железа в блюдах это полезно у вас мясо, которое будет лежать вместе с ложечкой для мороженого в раковине, потому что опять же оно должно стечь, эта фотография мне дорога как память, потому что в этом ресторане приезжая на аудит, я хотела заказать геребной суп-пюре, но что-то меня удержало, что-то в холодильнике рядышком с геребным супом настаиваются, я не знаю, маринуются шашлык, ведра купленные, я не знаю, на хозяйственном рынке закрытой фольгой, как вы видите, естественно, ничего не маркируется, не логируется, но, естественно, ладно, а вот здесь страшно засовывают руки в холодильник, потому что неизвестно, кто тебя укусит изнутри, а скорее всего там кто-то живет, потому что ни о каких внутрих холодильных температурах речи не идет, все это стекает, мне говорят, Саша, у нас нет денег, чтобы купить профессиональное оборудование, я говорю, у вас совести нет, потому что передавно помыть хотя бы все это можно и устроить какие-то регулярные разгрузки холодильников, хотя тоже, да, все подписано, никто не дает гарантии, что там лежит именно горячий, но это не у нас значение. Еще одна фотография из серии Ух ты, большой ресторан, большие складки и помещения, вот эту коробочку, даже не знаю, с чем, тоже уже давно списали, с кого, естественно, средового персонала как минусы при инвентаризации, потому что только они виноваты в том, что у нас происходит расхождение, хранение продуктов с точки зрения перекрестного заражения, открытое, отрезанное, мороженое лежит прямо рядом вместе с коробками, с углем, еще с чем-то, не знаю, сметана, это не сметана, горячий повар, тот, который у нас нарезал уже перчики, тут себе готовит. Следующее блюдо, это колбаска вместе с огурчиками, лежит рядом вилочка, повара пробуют то, что они готовят, потому что, а как же иначе он поймет, что он сделал это правильно, отсутствие рецептурных книг, отсутствие ванчеков. Эта фотография меня в детство возвращает, как я рассказываю, у меня тоже была такая распашонка, в мое время, в 74-м году, не было цветной фотографии, но я уверен, что она была именно такого цвета. Вопрос о мотивации наших сотрудников, и мы все время удивляемся, почему наши повара не мотивированы, потому что здоровый взрослый мужик с волосатыми руками, который несет фарш, работая в такой униформе, не чувствует престижа своей профессии, ну а волосатые руки, конечно, напоминают нам, что однорубовый повар, вы еще не видели, как он пересфарширует. Баратуротов, соответственно, заканчивает выглаженную униформу сотрудника, который лежит на морозильном ларе, в котором хранится все вместе и сразу. Для чего эти ужасы, друзья? Для того, чтобы вы, вернувшись себе в ресторан, забыли о том, что у вас есть ресторан, вы забыли бы о том, что вы владелец управляющий, что вы ходите туда каждый день. Я хочу, чтобы вы пришли на свои кухни и в свои бары с абсолютным, как-то сказать, с отсутствием страха сделать себе больно. Постарайтесь быть безжалостными по отношению к себе и выписывать весь рожак, все ужасы, какие вы только увидите, почему страх, откуда он может возникнуть. Потому что, когда вы начнете перелистить уже четвертую или пятую страничку листа А4, заполняя, выписывая список всего того, что вам нужно будет исправить, у вас возникнет ощущение проблем, того, что его нафиг, потому что с этим, что нужно что-то делать, а потом же это нужно будет как-то решать. Вот, пожалуйста, будет с жалостным по отношению к себе. Что еще ищем, что еще смотрим на губы? Умеют ли наши ребята грамотно эксплуатировать оборудование, зачастую оно дорогостоящее. Давайте мы будем говорить с вами о том, есть ли у нас обучающие справочники по использованию и по эксплуатации этого самого оборудования. Чек-листы, которыми сегодняшний день, слава Богу, уже никому не удивишь, чек-листы используемые на кухнях, чек-листы используемые в зале, тем не менее, вносят тоже некую свою, свою мятицу, некую, как бы, беспорядку. Потому что чек-листы мы заполнять научились, точнее, научились и галочки, и ищи. А вот заполнять, и заполнять чек-листы, мы, к сожалению, пока еще не умеем. Нам сказали заполнять, мы заполняем. Но, при всем приемом, мы это делаем, к сожалению, не формально. Чек-листы по сомнению чистоты и технического состояния, чек-листы по исполнению санитарных требований, особенно в местах хранения продукции, и это, в смысле, и к кухне, и к бару. Итак, одна из самых приятных, наверное, частей, это вывести себя один день. Полностью, с утра на вечер, не планируйте на этот день никаких других больше работ, никаких звонков, не одевайтесь красиво, оденьтесь грязно, так, чтобы не бояться есть бачкица. Лучший вариант, это поехать, я не знаю, в эпицентр, и купить себе синий комбинезон, который будет закрывать ваше тело полностью, потому что зачастую на кухне, кроме как в комбинезоне, зайти вообще страшно. Если вы девушка, не надевайте джинсы с низкой талией, вы будете мешать работать поварам. Это на самом деле с лошадианом происходит, когда я вместе с управляющим или с менеджером прихожу на кухню, и под моим чутким взором я вижу какой-то контейнер подозрительный, и вот этот, прогиб со спины, вся кухня встала. Оденьте грязно, не выпускаете фотоаппарат из рук, помимо бумажки, которую вы будете постоянно заполнять, фотографируйте все, что только можно. Чем больше фотографий, тем больше шансов, что вы потом, собственно, не пойдете второй раз на кухню. Что успеете, записывайте сразу, я имею в виду с точки зрения предварительных каких-то выводов, каких-то пометок. Это купить, это приобрести, это заменить. Никаких комментариев поварам во время проведения вот этой проверки кухни давать не то, что не надо, нельзя. Особенно комментарии из серии. Их, ты че, это что? Это ни к чему не приведет, кроме как к ослаблению, кроме как к оправданию, а самое главное, что это не даст никакого результата. Молча, про себя. Что? Записали, фотографировали, если нужно продышаться, на улицу вышли в холодное время года, зашли в Владимире и камеру, проорались, вернулись дальше. Не мешайте поварам, ведите себя учтиво вопросов взаимоотношений между сотрудниками, что повара никакого не понимают, это разговоры в пользу бедных. Не забывайте, что вы пришли на производство и вы реально вклиниваетесь в их более-менее стандартный какой-то налаженный рабочий день. Используйте слова «пожалуйста», «можно тебя попросить», используйте слова «извини», «можно тебя подвинуть» и так далее. Во-первых, это вам еще плюс 100-500 очков в карму. Не надо храмилить, слышь «той ясу», слышь «ути», «чего ты тут понаставил?» Ну, это не наш метод в серии. При составлении отчета, как я уже сказал, описывайте весь стрэш, все ужасы, которые вы только смогли увидеть. Старайтесь сразу использовать правильные формулировки. Мясо в лоточке неправильно, потому что потом, когда вы целый день проведете, собственно, на ваших кухнях, понять, что такое мясо в лоточке и что с ним было не так, нереально. Отсутствие гостроемкости и маркировки продукт хранится без крышки и не соблюдается товарное соседство, правильно, потому что потом вы сможете уже вычленить и сформулировать эту уже как проблему и даже написать уже какие-то шаги по ее устранению. Итак, что ищем? Несоблюдение санитарных норм сотрудников, внешнего вида, головных уборов, горчаток, обуви, соблюдение лишней гигиены, сриженные ногти, выпущенные волосы и так далее, и так далее. Несоблюдение товарного соседства. Зачастую здесь проблема некая системная, раз это лежит в одном холодильнике, значит, скорее всего, недостаточно места, чтобы их разделить, но зафиксировать это как факт нужно. Потом будете принимать решение про оптимизацию ваших холодильников. Ищем невыдержанные температурные режимы, проведя последние воспоминания аудитов в сети, одну из достаточно крупных сети ресторанов, холодильник в баре, в котором сохранятся фрукты на приготовление украшения, датированными двумя днями назад, было плюс 10. Вопросу барменам, что происходит, они разговаривают руками, и говорят, мы уже месяц заудачим о том, что у нас не работают холодильники. Вопросу, что поломки, которые вы выявляете в процессе аудитов, на самом деле, могут оказаться достаточно давними, и никто на это внимание раньше не обращал. Места порчи продукции. Это, в первую очередь, конечно, холодильник. Во-вторых, это склады, сухие в том числе. В-третьих, это места приема товара, места приема продукции, и, собственно, вискогратики, которые по-разному для этих компаний. Места потери денег. Заказ. Здесь мы потихонечку уходим в управление группы. Существуют ли рассчитанные нормы? На основании чего шеф-повар принимает решение или кто принимает решение в компании о том, что нужно заказать такое количество товара? Установление минимальных количеств товара на складе в случае отсутствия одной хотя бы поставки. Это прием товара, это хранение фотографии ужаса вспоминаем. Это приготовление заготовок, это приготовление самих блюд, и это раздача коммуникации между залом и кухней. Да, к частоте, не имеющей отношения, имеет отношение к скорости выдачи готовых блюд гостям. Отсутствие мерного оборудования у вас проблемы с качеством, со стабильностью, потому что ребята работают на глаз, и им кажется, собственно, что они профессионалы в этом, но зачастую это системные ошибки вы не обеспечили их необходимое оборудование. Формальное дополнение чек-листов и латчетов, когда действительно ставятся галочки, но при этом проверки никаких не происходят. Что со всем этим делать, расскажу чуть попрошу, как работать с формальными чек-листами. Неумение пользоваться листами заготовок, даже если мы их внедрили, даже если мы их повесили, ребята все равно продолжают работать на глаз, потому что они не видят в этом необходимости. Эдвентаризацию смотрят на чистоту и на корректность, потому что начинаешь брать ванк инвентаризации и видишь, что у тебя минус 350 грамм лосось, задаешь вопрос шеф-повару, это что? И получаешь ответ, но это пересортится, я говорю, с чем? Плюс 500 грамм свинины, поговорить с шеф-поваром потом, не в процессе убить, а с шеф-поваром, чтобы он имел ванк инвентаризации вообще к сожалению отношения не имеют к этому факту. И списания, ошибки списания, в том числе не учтен как. Немногие шеф-повара в попытках разобраться в расхождении по инвентаризации устраивают регулярные рейды по мусорным бедрам. По факту, смотря то, что ребята выделивают в течение смены особенно в закновительных цехах. Рекомендую это выделить, иногда можно очень интересно и вещи там можно на звездах подыскать. Что интересует в дальнейшем сервисе? Да, та же самая чистота, да, процедура открытия-закрытия ресторана, собрание смены как постановки целей на целый день и фактически нет и заряд наших сотрудников, обслуживание костей в точках впечатления, а не только в одной обслуживании горсти за столиком, стандарты скорости выдачи блюда-напитков, но уже со стороны завар. Соблюдение стандартов самих собственно подачи. Правила тройного контроля собственно мы помним. Первый контроль это раздача, когда собственно выдаётся в зал. Вторая точка контроля это официант, забирающий эти блюда, имеющий право отказаться, если они не соответствуют стандарту. И третье это работа менеджеров в зале, которые уже смотрят, что стоит на столом гостей. Насколько это правило соблюдается, она собственно во время аугиты это не действует. Да, чек-листы, да, стандарты, чистоты, которые, я не знаю, я уже там рассказывал, но опять же, сами по себе стандарты, сами по себе чек-листы будут мертвы, пока мы не включим их в некую систему. Если мы говорим как альтернатива проведения генеральным уборкам, как-то уборки, когда мы открываем наш ресторан каждый день, да, это является более приоритетным использованием. Те, кто внедряли, я сейчас обращаюсь больше, наверное, к участникам, которые бывали на моих семинарах, которые уже слышали эти вещи. Не просто повесить карту уборки, а убедиться, что действительно она работает правильно, является целью облики. С точки зрения стандартного обслуживания, до сих пор еще на семинарах задаю вопрос, поднимите руки, у кого формализованы все точки впечатлений, как правильно встречать гостя, как провожать, как решать конфликтные ситуации, обслуживание гостей за барной стойки, ответы на телефонные звонки, работа с книгой отзывов и предложений, работа с негативными или позитивными отзывами на сайте или в социальных сетях, и, как основная точка впечатления, это обслуживание гостей за столиком, поднимая руки единицы, значит, для себя во время аудита ставим гавочку АА. Один стандарт обслуживания, это не значит весь цикл обслуживания. Давайте про них тоже не будем забывать. Презентация, друзья, остается соответственно с вами, поэтому вот эти вот слайды я сейчас достаточно бодро пересчелкиваю, вы потом сможете их более подробно изучить самостоятельно. КВН, опять же, для тех, кто не знает, что это такое, это фактически то же самое чек-лист обслуживание, и с КВН-ами такая же беда, как и с чек-листами. Да, мы их внедрили, да, мы их используем. По факту открываешь КВН-ы, которые заполняют менеджеры, и видишь, что стопроцентные единички, стопроцентные галочки, я говорю, не верю, не бывает так, чтобы официант из раза в раз идеально обслуживал гостей. Ну, не бывает такого. Если поставили нолик или минус, обязательно пусть менеджер напишет комментарий, что было сделано не так. Вариант контроля рейс-наблюдения за обслуживанием. Мало того, что есть стандарты и понимание, как обслуживать гостя, у меня, как у менеджера, есть инструмент контроля. А во время аудита смотрим, как эти повоенные заполняются и проводятся или какая-либо работа. Что ищем? Ищем вырученные наизусть стандарты сервисов. Вот это, наверное, пожалуй, после знания и меню то, что официантов должно отскакивать от другов на истусть. Правила шаги обслуживания гостей. Еще раз повторяю, от входа до прощания. Если официант, я не знаю, отвечает на телефонные звонки, он должен знать в первую очередь, как это сделать. По анализу КВН, что ищем? Формальные заполнения. Если видите 100% заполнение КВН, будьте уверены, что он заполнен был формально. Отсутствие обратной связи. Вот тут можно поговорить уже с самими ребятами, с сотрудниками, насколько менеджер и что он рассказывает, о чем они говорят после заполнения этого самого КВН. Зачастую это просто констатация факта. «Ага, я на тебя заполнил КВН, вот смотри, твой результат». А это не есть цель. Цель, да, добра, присвязь, цель быть наставленным. Отсутствие аналитики. Мы целый месяц заполняли КВН на ребят, по 4 на каждого, никто из менеджеров, за редким исключением, проводят аналитику по появлению этих самых минусов, постоянно появляющихся у разных типов сотрудников. Вот вам собственно информация для формирования какого-то учебного курса. Вы увидите, что практически у каждого официанта существуют некие проблемы с решением комплектной ситуации или использование метода продаж. Это можно все увидеть в динамике и потом уже продумать о том, как этот навык развивать. Но, еще раз говорю, научить и смотрим, занимаются ли эти менеджеры или нет. То же самое и с чек-листами. Они заполняются формально, проверяются элементарно. Берете утренний чек-лист, в котором стоит галочка, идем и сами смотрим соответственно подозрительные места. Видим, что да, во-первых, работы не было проведено, а во-вторых, чек-лист заполнен формально. И с точки зрения наругать, а с точки зрения выявления зон развития, наше потом эту ситуацию нужно будет исправлять. Во время аутина, еще раз повторяю, никакие комментарии. Мутные собрания смены, менеджер, не зажигающий персонал в начале рабочего времени, менеджер, разговаривающий матом со своими сотрудниками, а просто озвучивающий, что сегодня придет банкет и давайте сегодня отработаем лучше, чем вчера. Умыветь можно в таком собранияхе. Неформализованные обязанности сотрудников на смене в первую очередь меня будут интересовать менеджеры. Наши золотые рыбки, плавающие в красивом аквариуме, во время запара откидывающие лапки, не знающие, что делать, потому что они не управляют ситуацией. Моя любимая часть проведения аудита это собеседование с менеджером и самый мой любимый вопрос, расскажи мне, пожалуйста, чем ты занимаешься, в чем заключается твой рабочий день. Тут в большинстве случаев закатываются глаза из серии, у меня столько дел, сколько дел, я говорю, давай, прям под тиктовку, я готов за тобой записывать. В результате получается, что весь рабочий день можно уложить в 15 минут, заказать поску, что-то там проверить, заполнить какие-то журналы, провести нудное собрание смены, включить кассу, а после этого чем занимается менеджер на смене непонятно. Это не вина менеджера, это отсутствие формализованных обязанностей менеджера на смене. HR-политики. Что здесь? Здесь, к сожалению, в отличие от чистоты и в отличие от даже контроля товарооборота, от чек-листов, ланчеков, галорианов и так далее, ситуация выглядит в большинстве случаев почему? С точки зрения того, что очень редкие рестораны, как сетевые, так и частные, действительно в полном объеме имеют прописанные, формализованные и рабочие HR-политики. Итак, о чем речь? Отбор сотрудников, обучение, мотивация, оценка развития, дисциплинарная политика, до сих пор еще штрафы, соответственно, шагают широкими шагами в таптологию по нашему рынку и кадровый документ наоборот. В отборе на что обращаем внимание? Есть ли формализованные критерии отбора по должностям? Кого мы ищем, кого мы ждем, кого мы хотим видеть у себя на рядовой позиции? Есть ли анкета кандидата? Здесь в большинстве случаев ставится галочка практически у всех. Это единственное, пожалуй, что есть. Использование прескрином, бланков предварительных собеседований, фактически алгоритмов по проведению первичного интервью для менеджеров, редкие менеджеры заканчивали какие-то курсы по интервьюированию, поэтому давайте им подсказки сделаем. Анкета самого сотрудника приглашение на следующий этап собеседования или на аудиторию, если он у вас компания используется. По обучению весь первого дня появился стажер, для себя отметили, ничего ли мы не забыли, ему рассказать, что ему выдали. Это планы обучения, это учебные поступки, это тесты, это КВН как инструмент, соответственно, закрепление навыков сотрудника его работы, спорткарты, листы, ассистации, листы, обратной связи. Все эти вещи должны быть не просто распечатаны в красивой бабочке лежать, а на каждого сотрудника с заведенным в личном деле есть перечень того, что у него должно быть в его файле. По мотивации система уровней сотрудников, даже если это частное заведение, мы говорим о неком горизонтальном карьерном росте, да, но управляющим это служить практически нереально, потому что место занято, но быть официантом первого, второго, третьего уровня, если ты выполняешь определенные условия, потом официантом-тренером, потом официантом-старшим, и это все в рамках одной должности, причем можно растянуть на год-полтора, эти вещи однозначно мы можем реализовать. Политика по карьерному росту, как я уже сказал, пусть даже горизонтальному, она должна быть прописана, формализована. Выбираем первого попавшегося официанта и задаем вопрос, скажи, пожалуйста, знаешь ли ты, что тебе нужно сделать для того, чтобы стать старшим официантом? Здесь надо быть готовым к честным ответам, да, у нас есть главный это не нужно договориться, полюбить, собственно, я стану старшим, это система подготовки тренеров-наставников, воспитания и создания системы внутреннего наставничества, подготовка старшим смены в виде семинаров, тренингов, я не знаю, там, система развития, формирование кадрового резерва, текущих кадров, никто не отменял. Оценка, сама политика компании по оценке, планки, оценки, работы сотрудников, не аттестация, раз в год, с запланированной датой, когда собирается комиссия, HR, главный финансовый, я не знаю, там, директор, генеральный директор, и мы начинаем оценивать наших поваров с точки зрения, как они к этой оценке подготовились. Я всегда говорю, нужно быть полным идиотом, не как повару, чтобы раз в год прийти на оценку, на аттестацию, так, как я обычно прихожу на работу, не бритым, с запахом перегара, не выручив, собственно, на меню и не предложив каких-то чудо-новых блюд. И в результате подготовленные накрахмаленные колпачки, соответственно, выбритые повара, создают в артестационной комиссии впечатление, что да, у нас на самом деле же классные сотрудники, они же просто замечательные, давайте их перейдем на следующий уровень. А о том, что происходит каждый день, собственно, на предприятии, это, к сожалению, остается вне зоны видимости инвестиционной комиссии. Речь о ежедневной фактической оценке и расплате проведения в этой ОРС составлением бланков развития нормальных достижений. Дисциплинарка. Что смотрим? Ну, во-первых, когда я там приезжаю в ресторан, понятное дело, я в первую очередь задаю вопрос, есть ли штрафы или нет. Здесь я это спрашиваю чисто для того, чтобы поражать, потому что меня это вызывает, конечно, глубокое умиление. Когда я вижу на бэке висящий лист штрафов, кто за что получил, один сотрудник получает штраф 300 гривен за сон на рабочем месте и сразу следующей строчкой второй сотрудник получает штраф 500 гривен за сон на рабочем месте, я задаю вопрос директору управляющему, в чем разница между сном первого и сном второго? Почему разную сумму сняли с разных сотрудников? Второму было более удобно, этот сам стоя, а этот спал сидя, развалившись по-нармому или жоль дисциплинарной топыли. Ну, в общем, поржали, если мы говорим о том, что дисциплинарная политика эффективная, без штрафов, на желтых карточках, здесь смотрим, что формализованы ли эти обычные грехи, за что мы не увольняем сразу, а за что получаем желтую карточку, формализованы ли смертные грехи, за что увольняем сразу, здесь смотрим корректность заполнения бланков дисциплинарных взысканий, здесь смотрим о самой структуре и умении менеджеров вести дисциплинарные беседы. Этого делать не умеет буквально в длительнице. Кадровый документ оборот, дальше, если у вас есть отдел кадров в центральном офисе, все равно часть документации ведется непосредственно в ресторане. Смотрим, знаю ли я как менеджер, как мне принять сотрудника на работу, какие документы сопровождаются, как перевести должность сотрудника, какие документы подготовить для отдела кадров, если частное заведение, как это сделать внутри, перемещение официант 1, официант 2, официант 3, то есть в рамках какой-то должности на повышение, отпуска, больничные, увольнения и так далее. Планки, заполняемые во время HR-а тренинга аудита так называемого, скинула в электронный виде, соответственно, если вам будет это интересно, вы сможете использовать для себя, адаптировать. Что ищем по HR-политикам? Соблюдение дисциплинарных, фиксируется в принципе на нарушения, или тут есть у менеджеров страх, как же так, если у меня опять нарушение совершить, мне тоже его придется уволить, а я не могу уволить, потому что я не могу набрать древнюю историю, собственно, как первую. Проведение самих бесед, умеют ли менеджеры эти беседы, правильно ли заполняют бланки дисциплинарных взысканий и выносятся ли приказы с третьего нарушения мы выносим приказ о предприятии, потому что через один мы должны будем этого сотрудника уволить. Наличие утвержденных, не скачанных из интернета, прокрученных через себя, через специфику компаний, критериев отбора, используются ли бланки предварительных с беседами дисциплина, есть ли вся заполненная на каждого сотрудника документация, реализованная в полном объеме система обучения, оценка и система оплаты труда. Здесь, да, есть некое, собственно, соприкосновение с финансовой частью работы ресторана, это анализ лейборкоста, это, каким образом составляются графики и используются ли системы гибких графиков, присчитывается ли продуктивность и ведется ли еженедельный учет отработанного времени наших ребят. В операционной деятельности что ищем, что смотрим? Первое, это понимание, кто за что отвечает, это так называемая формализованная структура управления рестораном. И зачастую даже использование договоренности внутри ресторана о разделении ответственности и обязанностей между менеджерами уже может решить достаточно много проблем, потому что в большинстве случаев это все отвечают за все, конечного исполнителя той или иной функции достаточно сложно найти, поэтому смотрим, есть ли это учрежденная структура управления рестораном. Неважно, есть ли это структура и компания внутри данного заведения. Прописаны ли обязанности менеджера ежедневные утром, днем и что он делает при закрытии. Какие средства коммуникации используются и проводится анализ эффективности этих средств коммуникации. Собрание смены каждый день желательно два раза в день, собрание департаментов раз в две недели, когда собираем только официанты, собрание менеджеров раз в неделю проводится директором управляющим вместе с шефом вараминску шефами. Общее собрание ресторана раз в месяц, когда присутствуют все сотрудники. Использование информационного стенда кроковых досок на бэке, использование внутренней закрытой группы в фейсбуке, если вы достаточно продвинутые и со своими ребятами готовы таким образом коммуницировать. Смотрим, что размещается, кто отвечает за размещение информации, насколько информация актуальна. Умеют ли менеджеры ставить цели по продажу? Вот Саша замечательно рассказывал о том, что есть показатели выручки, среднего чека. Фактически Саша говорил о том, что мы уже получаем эти данные и нам необходимо их уже проанализировать, насколько они скажем так, хороши. А вот как рассчитать эту самую непосредственно цель? Вот есть у нас план по выручке, нам нужно его на какие-то составляющие разбить на день, на сотрудника, на смену и уже после этого анализировать, достичь вам выручку, как он про эту волю там Полину рассказывает, и какое количество гостей он обслуживал, анализирует в средней части. Но изначально, к сожалению, менеджер в принципе эти самые цели по продажам не ставил. контроль контролируемых расходов, на которые может повлиять менеджер. Все эти листы, заготовки, все эти ланчеки, они способствуют именно тому, чтобы эти расходы контролировались. Контроль качества в счет листы, ланчеки, КВН, управления персоналом и работы с гостями. и зачастую, к сожалению, менеджеры представляют себе работу как работу за компьютером или просто находение в зале копанья глазами. Функция менеджера в первую очередь контролирует работу сотрудников, здоровье, это работать с гостем, который пришел в ресторан. Сто процентов времени по возможности находиться непосредственно в зале. если для анализа HR-политик, для анализа работы кухни, бара и других подразделений существуют определенные опросные чек-листы, которые готовы поделиться, то по операционной деятельности мы используем так называемый опросный лист. То есть фактически это проводится в виде беседы с анализом всех планков, всех документаций, которые заполняют менеджер в течение своей работы. Я не буду комментировать эти слайды, они остаются с вами. Это выдержки из отчетов, которые мы соответственно уже формировали для наших заказчиков. Сюда я постарался вынести самые часто встречающиеся скажем так ошибки, косяки в работе менеджеров, что не так происходит или чего не делают менеджеры у себя на работе. Почитаете, ознакомьтесь, вдруг найдете что-то похожее у себя. Как вы видите, по обязанности администраторов или менеджеров в практический рабочий день, по работе по направлению продажи по контролю расходов, по контролю качеств и по работе с персоналом, дисциплинарка, оценка работы сотрудника, обучение, что ищут. Есть ли живые обязанности менеджеров или мы ограничиваемся только должностной инструкцией, которую никто не читает, потому что это мертвый документ. Может ли менеджер вам наизусть, под диптовку, рассказать, в чем заключается его рабочий день в идеале вообще по минутам, и перечислить, и повторить фотографию своего рабочего дня. Если нет, плохо, это зона развития. Разделение зон ответственности. Когда каждый из менеджеров знает, за какую зону несет ответственность именно он, я отвечаю за персонал, я отвечаю мои вторичные обязанности за работу с контрагентами, бумажками, договорами, контрактами и так далее, и так далее. Или же мы все вместе отвечаем за все, то есть считаем, что пробки, за что. Цель по продажам, и не только постановка, но и оценка достижений по выручке среднему чеку, контроль фудкоста, лейборкоста, коммуналке, расходник для работа на неремонт транспортной расходы, возвращаемся к докладу Саши, анализ отчетов, если это входит в обязанности менеджеров, если это только функция управляющего или директора, тогда значит смотрим, каким образом директор управляющий действительно осведомлен, что со всеми этими ВНЛ-ами, ДДС-ами делать, а самое главное, какие выводы он будет делать на следующий отчетный период. Исключительно рекомендую, друзья, с точки зрения технической возможности проведения этого аудита, программулину, под названием iAuditor, которая ставится как на андроиды, так и на iOS, то есть на iPhone и iPad приложения. Она бесплатная в течение вамного месяца, если не изменяет память, а потом абонентская плата 5 долларов в месяц, бешеные, совершенно деньги. В чем плюс? Если вы привыкли работать с бумагой, не вопрос, работайте с бумагой. Если вы хотите поставить это на какие-то регулярные рейсы проведения этих внутренних аудитов, то, конечно, электронная версия всех этих, да, там, листов, всех ваших вопросных листов, она, конечно, будет иметь значение. Забивайте в Google iAuditor, интуитивно понятный интерфейс, вы создаете свой аудит со своими вопросами, и потом хотите на iPad, хотите через iPhone, уже проводите непосредственно этот анализ. Отчет. Мало найти. Естественно, наша основная задача понять, что потом со всем этим делать, как со всем этим разобраться. Пишите подробно, не жалейте себя, добавляйте фотоматериалы. То же самое iAuditor позволяет вам учить уникальные вещи с такой точки зрения. Сразу же в процессе проведения вашего аудита делать фотографии, которые вставляются в отчет. Вы потом не будете тратить время на то, чтобы все эти ваши папки с многочисленными фотографиями попробовать привязать к тому или иному пункту вашего аудита, вашего отчета. Проводя аудит в следующий раз, вы сможете получить некую сравнительную картину. В прошлый раз это было красненькое. Нет, сейчас мы можем смело уже поставить зелененькое. Да, и вы будете понимать, ага, ситуация изменилась. Я вам привел пример в слайдах, которые остаются с вами, некоторых формулированных, скажем, по некоторым пунктам отчетов, которые мы писали для своих клиентов. Использование фотографий позволяет вам видеть эту картинку постоянно перед глазами и не успокаивать, что называется. Чем больше фотографий будет в отчете, тем будет лучше. Текст очень быстро вас начнет витомлять, а самое главное не вас, а вашу команду, которая потом будет с этими всеми данными собственно работать. не просто писать, что это вот так, и там нужно навести порядок. Вы понимаете, что вам нужно а, навести порядок, а во-вторых, создать некую схему правильного хранения вашего товара, ваших расходников. До этого вам необходимо будет приобрести, я не знаю, то же самое, как питать, или наклеить туда скотч-ленту с распечатанными бумагами и так далее. Задачи, которые вы выделите для себя по проведению аудита, необходимо будет разделить на несколько типов. На критические задачи, которые вам нужно будет решить в ближайшее время, потому что вы понимаете, они очень и очень сильно влияют на работу вашего ресторана. Это вопросы санитарии, это вопросы поддержания качества, это вопросы контроля костов фактически ваших затрат. Второй тип задач, это важные, не несрочные, которые вы можете реализовать в течение определенного времени, и потом получится достаточно большой список так называемых остальных задач, которые вы будете работать уже в последнюю очередь. Примеры критических задач, маркировки продукции, необходимость приобрести производственные маркеры, это использование и соблюдение правилов ФИФО, этого ибирования, по среднесрочным задачам это исключение приноса хранения на рабочих месяц сотрудников, особенно на кассе личных плечей, мобильных телефонов, кошельков, среднесрочные задачи, проведение итогов по продажам, постановка целей по продажам, анализ предыдущих и текущих акций, ну и так далее, и так далее. Итак, как же внедрять эти изменения, друзья? Самостоятельно, если вы как управляющий или шеф-повар или директор возьмете за всю работу, ничего, к сожалению, у вас не будет. Вам необходимо собирать команду, и я бы на вашем месте запускали аудит, сразу готовился вы к запуску нескольких внутреннего проекта, и в вашей команде озвучивал вы это, как некий проект. Вместе по вашему отчету вы анализируете то, что получили в общем приближении, выделяете из вашего списка вот эти задачи, как я уже сказал, критические, совместно, не вы занимаете позицию, ребята, вот с этим нужно разобраться, а задаете вопросы вашим, соответственно, вашей команде, что на ваш взгляд можно сделать в первую очередь. Здесь важен момент вовлечения, когда вы ваших менеджеров начнете спрашивать, чтобы это было их решение, чтобы им легче потом было, соответственно, выполнять эту работу, чтобы они не чувствовали, что вы им навязываете, формируете окончательную команду проекта, менеджеры, которые обсуждают с самого начала не факт, что будут участвовать в команде проекта, составляете план, разбитый на уже определенные этапы и устанавливаете сроки. Кто должен войти в этот называемый проект-тим, в команду проекта? Первое, это нужно назначить обязательно руководителя проекта, да, и может быть управляющий, да, он может быть директор, если это сетевая компания и несколько ресторанов будет в этом участвовать, это может быть, я не знаю, коммерческий исполнитель, территориальный управляющий. Да, это директор ресторана от каждого заведения, естественно, это шеф-повар, если изменения будут касаться кухни, это менеджеры, и в некоторых случаях, возможно, привлечения рядовых сотрудников на выполнение той или иной работы. Но вот это должна быть основной командой, которая в течение определенного времени по утвержденным срокам вот этих встреч будет уже реализовывать все действия, которые будут планировать. Необходимо четко установить из себя иерархию, что руководитель проекта является главным звеном, и, несмотря на то, что директор ресторана, вроде бы отвечающий за это самое заведение как основная единица, находится в подчинении руководителя проекта именно по этой работе, друзья. Ну, а дальше уже шеф-повар и менеджер. Если это сетевой ресторан, руководителю проекта подчиняются все рестораны, участвующие в этом проекте. Он несет фактически ответственность за окончательный результат. Необходимо будет определять ответственного для каждой работы, он может быть только один, который будет выполнять какие-то действия, писать бумаги, создавать какие-то процедуры, что-то фотографировать, что-то описывать. С исполнителей может быть несколько. Кто-то фотографирует, кто-то пишет, но именно ответственный руководителю проекта или согласующему представляет уже сроку свою проведенную работу. И утверждающим будет всегда являться руководитель проекта. Который говорит, да, окей, вот теперь мы будем работать с такого-то срока, с такой-то датой мы теперь работаем по новому полному. По регламенту проекта составляет план, без плана будет очень сложно двигаться только по задачам. План нужно составить обязательно в самом начале. Установите для себя некий формат постоянных регулярных встреч под названием сессии, можете и по-другому, как-то назвать. Запланируйте буквально на ближайшие три месяца расписание этих сессий, чтобы менеджеры каждые внесли себе уже в ежедневники и планировали, потом не было отговоров. Устанавливайте сроки и дедлайны, договоритесь об обратной связи, о коммуникации постоянно всех участников этого проекта. Будет ли это электронная почта, будет ли это Facebook, будет ли это Bittrex, будет ли это SMS-ки. Самое главное, чтобы общение не прекращалось. Работы переводите в режим онлайн-нап. И регулярные встречи между сессиями на обсуждение промежуточных результатов. Ход проекта очень простой. Вы встречаетесь, создаёте процедуры, утверждаете, внедряете, встречаетесь заново. И фактически все ваши задачи технические, основные или второстепенные. Расписав по плану определить изначально сроки, разделяя ответственность назначая исполнителей, вы в конечном итоге тихонечко уже добьётесь определенных результатов. Бланк аудита, который может вам помочь, на основании которого вы можете сделать самостоятельно и находите его по этой ссылке. Соответственно, вы можете её скачать хотите сейчас или когда получите презентацию. Саму презентацию можно получить по ссылочке ниже. Презентация на свадьшере уже выложена в банк аудита через дропбокс, соответственно, который вы можете помечать. Если, друзья, у меня к вам личная просьба, вы затеете нечто подобное у себя. Если вы пойдёте с этими аудитами и получите определенные результаты, на этапе составления плана проекта я готов получить от вас некое письмо с вопросами серии «Саша». Вот смотри, мы провели аудит, выделили вот такие критические основные второстепенные задачи. Не надо мне веселать весь отчёт с фотографиями. Бери перечень ваших задач, которые вы для себя определили. И вот такой план проекта у нас получился. Вот мы видим, что это будут вот такие участники. Вот что мы хотим, какие изменения внедрить. Я готов дать вам обратную связь к этому плану проекта, который вы составите. или добавляемся в друзья на фейсбуке, или пишет мне письмо на электронную почту. Для меня это, собственно, интересно. Я каждый раз, когда заходит об этом речь, и если сотрудники, участники, извините, начинают самостоятельную работу в этом управлении проводить, я говорю, друзья, пишите за, собственно, интерес, я готов вам дать обратную связь, потому что это важно, я действительно хочу, чтобы у вас рестораны были более чистые и цивилизованные и управляемые, и чтобы вам работало легче. Ну, если будете уже готовить сами все делаем, ну, тогда удачи вам огромные. Спасибо вам, как-то все. Молодцы. У нас еще времени для вопросов. Сразу на них отмечу. Вопросы? Если ты, как директор, стимулирована на определенные показатели привленности, очевидно и однозначно проведение аудита и за ней, собственно, за этим аудитом уже внедрение всех этих изменений позволит тебе, как управляющим, получать больше денег как директору, потому что твоя прибыль будет подрастать за счет правильности работы в ресторане, прозрачности, да, там, системы управления и так далее. Если директор не делает, если управляющий что-то не делает, то точно такой же вопрос как и по поводу рядовых сотрудников. То есть, если у меня рядовой сотрудник не соблюдает стандарты дисциплины, значит, этот рядовой сотрудник будет в скором времени, не соблюдая стандарты дисциплины, уже в моем ресторане. То есть, поэтому я понимаю, что этот аудит больше сделан для того, чтобы понять, какие инструменты работают, и отдельно 13-ю зарплату директор не получит за классные показатели аудита. Смотри, аудит, если у тебя есть что аудировать, собственно, с чего я начал, да, если у тебя есть все прописанные эти вещи, ты просто производишь некий статус, что работает и что не работает. Если у тебя ничего нету, это будет входная, отправная точка, на что мне нужно, чтобы у меня появилось. И тут, конечно, вот эта вот проектная работа, да, во-первых, что получает директор, это рост у себя внутри, потому что реализация этого проекта это огромный опыт по внедрению изменений. Второе, ну, то, что я уже сказал, понимание, кто за что отвечает, кто какие функции собраны, как эти функции исполняются. Но вот в этом случае да. Сав, ты так быстро рассказал, то есть там за час можно услышать все, что нужно сделать, мы когда-то пробовали такое сделать с вашей помощью, это тектонический труд, то есть вот сделать тектонический сблик и динамический труд. Да, ну, как-то так. Ну, и, в смысле, это занимает очень много времени, да, то есть ты сначала понимаешь, что это все плохо, начинаешь с этим работать, ты в этом работаешь, формируешь команду, потом через два месяца половина этих людей увольняется, или ты увольняешься, и приходят новые, это все начинается по-новой, потом где-то посредине ты понял, что все эти стандарты невыполнимы, надо переделать. Мы это до конца в свое время так и не довели, и вот сейчас сидим в солене такие, надо к этому вопросу вернуться. А вопрос мой такой, а сколько ты знаешь компаний, которые такое сделали? я не знаю. Смотри, тут речь же не о самом аудите, по большому счету, да, как мы с вами все понимаем, аудит это всего лишь некое средство получения среза той ситуации, которая у тебя есть. Пойди посмотреть, что на кухне происходит, пойди посмотреть, заглянуть в бар, не бояться этого сделать, потому что, я не знаю, там у меня есть очень много знакомых менеджеров, девушек прекрасных, замечательных, умных, которые боятся зайти в бар, потому что там страшные бармены в своем доме не работают, никого туда не перестали, разобраться с ежедневными обязанностями менеджера и, в принципе, задать себе вопрос, а за что ты отвечаешь, за что, ну не то, что я тебе зарплату плачу, а в чем функции твои, вот почему ты называешься менеджером, это же только первая часть работы, вторая, это действительно, да, попробовать на рельсы встать, и тут мы начинаем говорить уже о второй части «Ольбернского балета», о проекте спандартизации, проекте внедрения изменения. На сегодняшний день, я могу перечислить компании, с которыми мы работали, по этим проектам, и компании, которые работают по этим стандартам, это было раз, два, три, ну там условно, четыре компании, с которыми мы работали, я знаю, что работает одна. Ну, я не скажу, ну это просто некорректно, а? Не-не-не, я переведу именно когда это было как консалтинговые услуги. И аудиты, вот эти вот, по большому счету, были финальным звеном в проекте спандартизации. Был вкладной аудит, Саша, когда мы пришли и посмотрели, и сказали, ребята, у вас ай-яй-яй. Потом был проект с рабочими группами, о чем я рассказывал, и были финальные аудиты, закрывающие. Вот я и Аня, мы вместе проводили аудиты, мы бы хотели из ресторанов, и по отношению, там, директорам, и собственникам, говорили одну фразу, я приведу в этот ресторан своего ребенка. Ну, понятно. Просто у меня есть такое ощущение вот этого, когда слово аудит, это какая-то скорость, которая начинается, происходит и заканчивается. А с другой стороны, ну, то есть, знаю, как это на практике работает, мне кажется, что это такая дорожка, как это процесс, который дальше будет длиться время. Первый аудит закончится внедрением стандартов, и за ним пойдет второй, третий, и каждый раз это будет, это как начать еды по утрам, то есть, это такое же принятие решение. Самое сложное в этом процессе нанять кроссовки. Саша, абсолютно верно. Смотри, аудит можешь провести единократно, собственно, если ты хочешь что-то подкорректировать в своей деятельности. Составил списочек настоящего ответственного собрал рабочую группу вперед, но ты можешь проводить аудиты регулярно, с какой-либо целью поддержания уровня качества. Однозначно, да, конечно. Саша, Александр, я хочу сказать, что ваш диалог сейчас интересен где-то четверти крепко и четверти зала, некоторые зевают. Это я шучу, конечно, всем интересно. Последних три вопроса и потом раз, два и три, и потом все в личном получении. Согласен. Саша, все время забываю спросить, расскажи, я думаю, что всем будет тоже интересно про свою книгу, которую ты продержишь в электронном виде. Вот это, как раз мне кажется, можно вывести отдельно прям. Расскажи, потому что многие не знают, потому что для них тоже будет полезно. И по цене в личном разговоре заходить? По цене однозначно, в личном. Просто спросила, потому что всегда забываю. Хочу нам спрашивать. На самом деле появился турбургер-бар, появились сотрудники, которых нужно обучать, соответственно, несмотря на то, что они все такие замечательные, веселые и так далее. Появился учебник-официанта, потому что я понимаю, что у меня сроком будет текучесть, мне будут приходить новые ребята. Сделал учебник-официанта, потом понял, что с поварами та же самая история. Сделал учебник повара. А потом, учитывая, что у меня две сейчас работы, да, это консалтинговый бизнес, это другую бирбар, я понял, что да, давно уже треть необходимость создания учебника-менеджера, т.е. стажера-менеджера-ресторана. Поэтому я уехал на два месяца на Сануви, я за второй месяц написал учебник, да, это 31-31 дневный план стажеров и менеджера-ресторана, что-то, 372 что-то получилось. Это как некая заготовка, которую каждый может взять, снести туда свою какую-то лепку, да, там на условный там подказ, хотя там мяса тоже достаточно много, нарастить то, что тебе нужно, взять стажера и, грубо говоря, ну там не на 100% учебника, да, но руководством с этим способен себе воспитать молодого администратора, назовем. Саша, так а стоит сколько, ты это? Я сказал, кличку. А-а-а. Что это, продавцы? Ну, мы его, то вы покупатели. Окей, последний вопрос. А, нет, а и последний. И еще раз я. Допустим, у нас есть идеальная команда, которая проводит аудит, идеальный экшенплан, который мы составили для аудита своего ресторана, все классно, все все делали на своих отделах, получили задачи, выполняют, определяют недочеты, которые рано или поздно, помимо психологической готовности что-то поменять в своем ресторане, уступят в материальную возможность сделать это или не сделать, да, потому что еще есть фактор такой деньги. И мы говорим о том, что мы взяли внутри сотрудников, менеджеры, шеф-повар, допустим, директора ресторана, команду, которая мотивирована в данном случае сделать лучше. Она все равно очень круто мотивирована, они все придумали и говорят, ресторатор, дай денег на новый холодильник, например, да, а ресторатор на этот момент группа понимает, что... не даст. не даст, но потому что, да, что-то пошло не так. Что происходит в данном этапе с командой, которая была группа мотивирована, то есть, демотивация получается, мы проделали работу, мы показали, как, дальше мы не можем, потому что мы не платим. она не мотивируется, это факт, да. На самом деле, приходилось несколько раз сталкиваться, именно, причем, даже не с холодильниками, сани, речь не идет о каких-то смертных затратах, она говорит, ребята, надо купить пробку, будет доску, и сами участники, да, про это говорят, мы не можем, нам не утвердят бюджет. Я воспринимаю это, конечно, как, ну, идиотизм, в легкой степени, но, тем не менее, и, конечно, ничего, кроме как, демотивации, соответственно, группы не получают. Здесь, что делать, принимать взвешенные и правильные решения, и, по большому счету, это не значит, что мы теперь, запуская проект, готовы тратить деньги налево и направо. Надо устранить системные ошибки. В первую очередь, знать вопрос, а что случилось с холодильником, который можно покупать новый, что случилось со старым. Неправильная эксплуатация, давайте себе обеспечим базе, что мы будем правильнее эксплуатировать холодильник, когда после этого он купит. Или же, просто холодильник, он устарел, что его просто надо нужно выкинуть и купить новый. То есть, изменения в графиках, да, там происходит. Вот мы понимаем, что у нас система оплата труда сейчас неактуальна, ее нужно менять. Мы не успеваем, нам нужно дополнительные единицы. Нам не хватает одного менеджера, нам нужно двух. Давайте побежим к владельцу защищать новое штатное расписание. Я говорю, ребята, подождите. У владельца понятие, да, мы едем взаимоотношения, это следующее, называется show me the money. Покажи мне деньги. Представьте мне функционал, представьте мне какие-то ключевые точки, оценки его эффективности, я готов буду на это пойти. Но если владелец не готов меняться, ну а учит тебе, в том числе, я нам это покажу. Отлично, потом вы продолжили и последний вопрос. Есть зона влияния, есть зона беспокойства, да, мы понимаем, что она и может быть влиянием. Нет, не будет никогда. Привет. Привет. В последнее время, в принципе, я думаю, многие согласятся, что появилась в ресторанах такая функция, которая, ну, как бы, доставка, которая занимает в некоторых ресторанах в структуре, наоборот, больше, чем сам ресторан. Будут ли опыт работы с этими ресторанами и налаживания бизнес-процессов там, и если их был, то какие сложности вы изводите в процессе, я понимаю. Опыт с рестораном, который работает на доставку, упрек, кстати, это вот та самая компания, о которой я говорю, что у них сейчас все работает. Сказать, что там возникли какие-то сложности, это мафия? А? Это мафия? Это не имеет значения. Он не понимает. Что это? Процесс, да, формализация или проведение аудита, нет. фактически, она изначально достаточно грамотная система доставки была интегрирована в существующий ресторан. Давай сделаем, что, Джей, сейчас я, мы с командой внедрим службу доставки у себя и через некоторое время интересную разговоры. Какими трудностями столкнулись мы и каким образом мы выходили из этой ситуации. У меня нету повода, когда не получилось формализовать. Я же летом отвечу. Спасибо большое, дорогой Саша. Спасибо вам. Не знаю, насколько это было подробно для нашей части. Нет, 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 никого не отпускаем. Только тот, кто уже через эту секунду воды, так сказать, отойдет. В микрофон можно отдавать? Табличное веселье, задание вопросов. Александр, мы в чашке придвигали к Сашиной помощи, внедрили, и без этого мы не смогли бы реализовать франшизу, франчайзинг. И могу вам сказать, что это круто помогает и действующим своим заведениям, и однозначно можно развиваться по франчайзингу. Так что, эти люди есть, вот там, Лера и Юля, это те люди, которые смогли пройти через вот эту мясорубку аудитов и прочее, вернее, они сами это делают. Так, теперь несколько... Продолжение следует...